Как ты думаешь, какая картинка здесь лишняя? Вот эта. Вот эта. Ну-ка нажми вас. Правильно. Исчезающие от прикосновения волшебным маркером картинки яблоки, падающие в корзинке мультики, которые можно рисовать самим. Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь для пятилетнего человека скука смертная. Но на таком уроке не заскучаешь. А всё благодаря интерактивной доске. Она позволяет детям, не выходя из группы, перемещаться в различные страны, посещать космос, летать на ракете, познавать мир окружающий. Также мы с детьми рисуем, все с большим удовольствием это делают. Интерактивная доска соединена с компьютером. Оттуда и загружаются материалы. Два щелчка мыши и волшебство начинается. Этот современный девайс действительно серьёзное подспорье в обучающем процессе. Больше всего нравится мне рисовать и считать. Мы любим раскладывать яблоки в корзинке. Божьих коровок собирали. А где вы их собирали, божьих коровок? На доске. Влетали в космос. Вот как. И что там в космосе было? Земля. Программу работы с интерактивной доской Марина Пащенко оформила в виде проекта под названием «Познаём мир через интерактив» и представила на соискание премии губернатора «Наша Подмосковья». Коллеги поддержали. Любой конкурс, он, во-первых, стимулирует работать лучше. Он предоставляет возможность показать сотруднику, который принимает в конкурсе участие, за пределами детского сада и, в принципе, на область. Даже если мы не получаем премию, но само участие делает человека сильнее. Премию «Губернатор Наши Подмосковья» вручают с 2013 года. В нынешнем году на её соискание представлено более 22,5 тысяч проектов. Из них 147 из Ленинского района. Основную суть премии кратко озвучил сам губернатор на прошлогодней церемонии чествования победителей. Те поступки, те дела, которые делаете вы, которые делают те, кто принимал участие в конкурсе, да и многие не принимали, делает нас одной большой сплоченной нацией. Премия проходит в три этапа. Интернет-голосование закончилось. Теперь 6 июля соискателям из Ленинского района предстоит самостоятельно защищать свой проект перед специальной комиссией. Марина Пащенко к этому испытанию готова. «В нашем детском саду принимали участие. У нас и другие педагоги, и были другие проекты. Мы хотим и можем что-то показать, что мы за эти годы уже с детьми смогли научиться пользоваться и работать с доской». Призовой фонд премии – 180 миллионов рублей. Обладатели премии «Наши Подмосковья» 2018 года станут известны уже в сентябре. Максим Козлов, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ.